Я родился в городе. Вся моя жизнь проходит в этом городе, начиная с детского сада, школы, района, института. Я хочу немножко изменить этот город. Хочу сделать его лучше, чище, краше. Вот это самые главные постулаты, которыми я иду на эти выборы. Я знаю проблемы города, потому как я трижды избирался депутатом городского совета, три каденции, все они мажоритарные. Поэтому я все три каденции работал в микрорайонах, знаю проблемы города, реально знаю. Работал немножко в департаменте ЖКХ и видел эти проблемы изнутри. Поэтому однозначно хочу увидеть город краше, лучше. А на посаде депутата Минской Рады вы не можете этого сделать? Понимаете, в чем дело? Депутаты, это вот как все-таки в Верховной Раде, это законодатели. Да, вот чем занимаются депутаты? Он принимает людей, может написать какую-то там программку небольшую, как для города, да. Переживать будет каким-то небольшим участком микрорайона. Но это как бы вот как законодатель. А исполнители, это все-таки те, которые сидят в кабинетах. Это те люди, которых именно мэр берет на работу, и они отвечают за каждое свое подразделение. Кто за ЖКХ, кто за Освиту, кто за медицину. И поэтому все-таки больше зависит все от мэра и исполнителей. Я себя не ассоциирую как бывший регионал или еще что-то, вообще как регионал. Я говорю о том, что я живу в этом городе, люблю вот этих вот стариков, которые ходят, вот уважаю их за вот эти труды, за то, что они построили этот зеленый город, да. И поэтому мой протест, когда я шел в депутаты Верховного Совета, он больше заключался в том, что я хотел показать о том, что все-таки есть оппозиция, и она есть реально. Это не значит, что мы враги какие-то, нет. Мы должны работать вместе для того, чтобы действительно жилось в стране лучше. Вот для этого я шел и показывал о том, что я есть в городе, вот, и не надо там называть регионалами или там бывшими, или впрочем, там сейчас ОПА-блоком, потом там ПРУ, вот, понимаете, в чем дело. Я показывал о том, что у меня есть моя позиция. И вот я эту позицию хочу донести до людей, и чтобы люди знали о том, что мы, вот я лично в частности, переживают конкретно за город, конкретно за своих жителей, которые живут в этом городе. Какой политической силой вы идете на выборы зараз? Конкретно сейчас иду от оппозиционного блока. А вы были раньше в других партиях? Ну, вы знаете, путь тернист депутата. Я скажу так, я с 2002 года в политике, как депутат городского совета. В начале, когда все выигрывали, кто-то становился мажоритарщиком в политике, то большинство в Раде формировалось в 2002 году, к примеру, Вадимом Лешенко, тогда из ДПО. И очень многих записали в СДПО. Хотя были разные группы депутатские, все, но формировалось большинство в городском совете, как и сейчас. В 2006 году я случайно не попал, потому что были списки, и я не прошел по спискам, потому что были политические партии, которые избирались по спискам. В 2010, точно так же, я, если взять все бумаги, никакого отношения к регионалам не был и не имел, я шел по мажоритарке, но шел от регионалов. Конечно же, выиграл выборы, мне вручили торжественно билет, и в 2013 году, ну да, в 2014, получилось, да, в 2014 феврале мы все вышли оттуда, похоронили так называемую партию регионов в городе. Отказались от того, что происходит, потому что были многие не согласны с тем, что происходит в стране. Ну, это все партии состоят из Украины? Нет, все. А партия «Еднись за раду Украины»? Нет, я там не присутствовал, не состоял. Я был на... В 2013 году, или в 2014 году, я был приглашен на съезд партии ПРУ, «Розвиток Украины». Ну, я был как приглашенный, не больше. На сегодняшний день я иду в мэры, я иду как беспартийный, от оппозиционного блока. Как беспартийный. Какая ваша программа, как кандидата на посаду міського головы, основные положения? Ну, вы знаете, я немножко их позже, я думаю, что это наша первая встреча сегодня, как моего кандидата на пост мэра. Немножко позже я детально более расскажу, но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день происходит децентрализация, вот, соответственно, мы прекрасно понимаем, что многие моменты будут конкретно заниматься непосредственно город. И сегодня не будем ждать никаких указаний из Киева или кого-то там еще другого человека там, или представить политика. Вот, поэтому это, конечно же, ЖКХ. Это самая сегодня проблема насущная, которую сегодня действительно весь город знает. И вы, как жители, знают проблемы сегодняшних СУБов. Вот, сегодня прекрасно понимаем проблему тарифов. Вот, мы сегодня прекрасно понимаем проблему освятян и медицины, о которой мы говорим. То есть, посмотрите, каждый там человек пытается ущемить, уколоть. Школы собирают деньги. Вы спросите, сколько из бюджета выделяется на эти учреждения денег? На ту же медицину, на ту же освятян. Да, многие приходят и говорят, вот, мы знаем, надо ремонтировать школы, надо делать стекла, пакеты, крыши, классы ставить интернативные, покупать компьютеры и все остальное. Ребята, ну, это все понятно. Почему не делаете? Ну, почему не делаете? Вот, сегодня мы говорим о том, что мы принимаем там программу ПСЭР, по которой работаем. А почему нету программы, которая сегодня прописана будет на каденцию? Вот, пришел мэр в каденцию на 5 лет, на 4 года, неважно, сел с командой и сразу изложил программу на все 4 года, чтобы было понятно. И чтобы не бегали депутаты и не говорили, делайте мою школу, потому что я в большинстве, или там я в меньшинстве, а чтобы они знали, что вот эти деньги будут выделяться, и есть программа, которая расписана все 4 года, в этой программе на каждый год, столько это будет сделано школу. А яка у вас сейчас официальная посадина, где вы работаете, чем занимаетесь? Я сейчас работаю на фирме «Хелс и Плюс», зам директора. Ну, я надеюсь о том, что все-таки мы встретимся с вами через месяц, и это будет кабинет госполкона. Меня связывают с бизнесом непосредственно там моих друзей, там, родственников, там или еще кого-то. Вот. Я на сегодняшний день не являюсь ни учредителем, ни хозяином ни одной предприятия, потому как, ну, будучи в 13-м году, когда я шел на департамент, мне надо было от этого всего отказаться. Пока я ничего на себя не переписывал, и просто являюсь зам коммерческого директора.